Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные о Христе, дорогие братья и сестры, сегодня Господь нам благовествует о том, как Он пророчествовал иудеям о том, что они сотворят с Ним, Сыном Божиим. Потому что осуждение Сына Божия содержится в их мыслях, когда они говорили о том, что ученики в присутствии учителя размалывают в руках зерна. Вы делали так, как раз, нет? Когда созревает пшеница, вот она еще не созревшая, молочная, восковая, спелость, она очень вкусная. Вот размалываешь вот это самое в руках и сдуваешь шелуху и кушаешь зерна. Это очень вкусно, особенно, когда кушать хочется. Вот. И вот они шли полями, ученики, и таким вот образом утоляли свой голод самым таким безобидным способом. А в законе Моисееве сказано, что в субботу нельзя молотить зерно. Ну, то есть, вот нельзя работать на таком, молотить зерно. А что такое в руках расположение? Это тоже молотить. Только одно, это самое, горсточку зерна ты смолотил и скушал, и смолотил. Вот. А они обвинили учеников христовых, что он нарушает субботу. Вот такая мелочная формалистика, вот она и стала в конечном счете тем, что иудеи придали Сына Божия, который пришел их спасти, придали страшной смерти. Не язычники, которые не знали и не любили Христа, как они могли любить, а они его и не знали. И не язычники, которые поклонялись бесам, которые ненавидели, конечно, Христа. А иудеи, у которых был Священное Писание Ветхого Завета, которые хранителями были Писания, и именно они предали Христа на распятие. То есть, те, кто должен был его хранить, возвышать и прославлять, совершили такое предательство. А в основе этого предательства формализм, формальное отношение к правде Божией. Формальное отношение привело к тому, что они забыли о том, о чем сказал Христос вот в конце сегодняшнего Евангелия. Сын человеческий есть Господин и Субботы. И в другом месте Христос говорит, что не человек, не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Все сотворено для человека, для его блага, для его спасения, в том числе и суббота. А когда правду Божию обращают к неправде, к злобе, к осуждению, тогда эта правда становится неправдой. И уже такие слова, которые он сказал напрямую своим ученикам, говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Потому что больше ветхозаветного храма есть сам Христос, который есть сам храм Божий. И он пророчествует здесь о том, что он как храм Божий будет повержен, но на третий день воскреснув, он созиждет этот храм Божий в сердцах верующих людей во веки веков. Вот таким образом вроде бы простая бытовая сценка, что вот, так сказать, некие формалисты, так сказать, там немножечко пожулили учеников Христа, а Христос поставил их на место. на самом деле, если бы так бы и если бы это не было последствий, о которых мы знаем, а последствиями этим было распятие Христа, да будет для нас, дорогие мои, предупреждение, чтобы и мы не были формалистами в своей жизни, чтобы мы своими формальными отношениям к правде Божией, своим формальным отношениям к закону и закону Божию, да и закону человеческому, не гневали Христа, не творили в конечном счёте беззакония, не творили злобы и неприязни. И если человек уможет обрадовать другого человека, может проявить свою любовь, то за любовь, которую он проявил, просятся ему те мелкие прегрешения, которые связаны с тем, что кто-то нарушил какое-то формальное правило. Да не будем и мы, дорогие мои, формалистами, а мы будем помнить, что закон любви выше всех законов, потому что из добродетелей выше всех добродетелей любовь и весь закон Божий заключается в том, чтобы любить Бога и любить ближнего. То есть любовь есть высшее проявление закона Божия, да будет это проявление с нами в нашей жизни ради вечной жизни с Богом. Аминь. Хм. Андрей